ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем приветик! Всем привет! Всем привет! Всем привет! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, я на работе. Я на работе. Никого я не учу абсолютно. Я на работе у себя. Вот небольшой перерыв выдался, поэтому... Так, так, так. Выдался небольшой перерыв. Вот я и перед вами. Так. Я не делала никакого отбеливания абсолютно. У меня оно... Вернее, я делала лет пять тому назад. Пару раз ничего мне не помогло, потому что у меня эмаль на зубах жёлтого цвета, которая, в принципе, очень плохо поддаётся отбеливанию. Так, ну что я вам хочу сказать? Что я вам хочу сказать? Я вас хочу пригласить ко мне на марафон стройности, который 3 ноября. Стартанёк. Вот. Так, кому надоело слушать про марафон, могу развить другую тему. Задавайте вопросы. Так, вот так, наверное, да, сделаем? Так. 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 По питанию у Кати Жары. Нет, абсолютно. Так. Зачем мне обучаться у Кати Жара, если я обучалась по питанию в Москве у высококлассных специалистов? Так. Т-т-т-т-ты-т-т-т-т-т-т-т-т-т-ты-т-ты-ты-ты-ты-ты. Так. Так. Так, 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 правда, что, так, давайте на другие темы поговорим, я тут никого не собираюсь пиарить, так, от подруг, что если везде окружает зависть от подруг, а с чего вы это вообще взяли, что зависть от подруг? Обычно это, знаете, так думаем мы, что нам все завидуют, на самом деле, может быть, это абсолютно вообще не так. Так, я никакие программы никому не продаю абсолютно, пусть кто что хочет, тот и говорит, у меня нет вообще абсолютно никакой программы, и зачем мне продавать программы, сколько стоит у нее? Зачем я у нее обучался, продаю ее программы и веду свой марафон стройности без всяких программ. Что за глупости? Программа продает она компьютерная, а я рассказываю все, как самому себе сделать программу без всяких компьютеров и питаться вкусно, полезно, жигать жир всю, можно сказать, сознательную жизнь, если вы того захотите. Да ну прям, так, слушайте, я вообще не хочу на эту тему говорить, у нее абсолютно другое питание, я у нее лет 7 тому назад покупала программу питания, мне вообще все это абсолютно не понравилось, один день я просидела на этом питании и все на этом, то есть это вообще не мое абсолютно. А что кто что говорит, на чужой роток не накинешь платок. Так, ничего я питание не продаю, дорогая моя, я ничего питания не продаю, вообще у меня нет продажи, никакой программы питания. Я не занимаюсь этим. Пусть кто хочет, тот продает программы свои, которые им чпокает компьютер, ради бога. Вот они продают, я ничего не продаю, я обучаю, как правильно себе самому составить программу питания, в том-то и дело. То есть я никому не скидываю никакого меню, ради бога, то есть увольте, нет, я этого сделать не буду, мы все разные. Я даю набор продуктов, самый простой, я даю промывку, я рассказываю почему, что и как, и зачем. У меня на питании можно есть молочку, насколько я знаю, что нутрициологи против молочки, я за. Так, 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 да, здравствуйте, так, ага, так, когда ваши разгрузочные дни? У меня нет никаких разгрузочных дней, вообще нет, я ем 5-6 раз в день, я ем на ночь, 5 раз у меня получается питание. Вот, у меня дефицит калорий сейчас, потому что я иду к намеченной цели, хочу весить определенную цифру, хочу сжечь жир. Иду я, буду идти я долго к этой цифре, но постепенно, медленно, без вреда для здоровья, не дай бог кому-то нанести вред здоровью, это вообще просто труба. Вот, поэтому я не занимаюсь никаким составлением программ питания, я просто рассказываю, как нужно самому себе построить этот план питания для успешного, для успешного сжигания жира. Вот, у меня это все получается, получается у всех, кто соблюдает мое питание, поэтому, кто хочет, добро пожаловать, с 3 ноября старт. Так, если вокруг одни сплетни, очень болезненно реагирую на них. Как вы, я ненавижу сплетни, честно скажу, я ненавижу конфликты, я ненавижу разборки, я очень также болезненно на все реагирую, у меня вообще просто пропадает аппетит, я очень сильно переживаю, я нервничаю, я могу не спать. То есть, я очень на это болезненно реагирую, вот на эти все сплетни и все. Не знаю, что вам даже посоветовать, потому что сама, в принципе, часто нахожусь в такой ситуации, но может быть это, как сказать, с течением времени, может быть, как-то уже твоя нервная система закаляется, как-то меньше на это реагировать, и, ну, привыкаешь, наверное, к такому. Но все равно не скажу, что я привыкла на все 100%. Так, манты с тыквой пробовали? Нет, не пробовала. Я работала долгое время, для себя я училась на это питание, для себя я училась в группах. Сразу скажу, что обучение в группе на такое питание в Москве стоит от 100 тысяч рублей. Вот, потом я в течение полугода, может даже и больше, работала с личным диетологом, это 5 тысяч рублей час. Вот, то есть, я училась этому питанию для себя. Для себя у специалистов. Питание разработано специалистами, врачами, диетологами, эндокринологами, психологами. Вот, и... Когда у меня стало еще получаться, наверное, доносить до людей это питание, и у меня стали успешно еще странить мои близкие, мои друзья и просто незнакомые мне люди, которые просто просили, Юля, расскажи. У меня стало это все получаться, и я решила, почему бы мне это питание не внести массы в массы, не рассказывать о нем, потому что, на самом деле, оно работает. Поэтому вот, я стала вести марафоны. Так. Вот, ем и стройнею. Я тоже самая. А я с февраля ем и стройнею. Кто следит постоянно за моим аккаунтом, я так думаю, что, наверное, вы видите, как я сейчас стала выглядеть. То есть, мой вес уже приближается, вообще, можно сказать, к идеальному. Вот. И, соответственно... Соответственно... Так, сейчас надо налить воды, попить. И, соответственно, получается у всех постранить и удержать еще вес. Вот еще, в чем главное. То есть, сейчас похудеть-то может каждый дурак. А вот еще удержать этот вес. Вот это уже задача очень такая тяжелая. Вот. Вот. 12 килограмм. Вот. Так, подождите. А с какого с августа? Отлично. Минус 12 килограмм с августа месяца. Август, сентябрь, октябрь. Так. Хотите так сделать совместно? У-у-у! Боже упаси! Боже упаси! Мне зачем надо? Мне зачем надо? Мне это вообще абсолютно не надо. Так. Сейчас я посмотрю, кто. Так. С вами по поводу питания. В директ мне напишите, и я вам все расскажу. Так. Бит Макс Саратов. Рассказать про гадалку. Я пост напишу про гадалку. Я напишу пост. Мне тут вот, я сейчас стала просматривать комментарии, да. То есть я вот выставила пост супруга моя на Волжино. Кстати, кто думает, где провести 26 число, 26 октября на Волжино, там, я не знаю, сейчас уже остались места или нет, будут огромные скидки на проживание. И будет организован праздник под названием Хэллоуин. Вот у них там вот эти праздники проходят. Сейчас даже найду фотки с того года, когда мы были. Обалденно. То есть вот броньте места на Волжино и отлично проведете время. Так. Про гадалку я напишу пост. То есть я сегодня вот выставила пост, да. И сказала, что я обязательно расскажу, как все у меня было дело и как у меня обстоят дела вообще с гадалками. Вот. Так. Результат. Ого-го. Тренер. Да. Да. Однозначно. Я тоже самая. Ой, спасибо большое. Так что про гадалку с меня будет написан пост. Он, наверное, даже длинный. Расскажу. Сейчас вообще я к гадалкам уже не хожу. Пост, который мне, наверное, предрекла вообще какие-то определенные события в жизни, это не гадалка была. Это больше как было, наверное, экстрасенс была. И, ну, короче, пост с меня на эту тему. Вот. Сентябрь-октябрь. Так, по вашим питаниям, марафон. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Все, я вам напишу. Да, в Дирек. Астролог есть. Нет, сейчас я вообще абсолютно практически, вообще я никуда не обращаюсь. У меня вообще очень хорошо гадает муж. То есть он не гадает, а он больше, наверное, психолог, может со стороны вообще просто предрекать. А на самом деле у него очень хорошо это получается. То есть он может сказать, ну, опять же, общаясь и зная с человеком, может быть, зная отношения, он может сказать, что, слушай, ты выйдешь за него замуж. Или, там, вы разбежитесь, и ты вот вернешься, там, к бывшему мужу. То есть он, в принципе, может вот такое сказать. Он как-то видит ситуацию, и на самом деле то, что у него это почему-то получается. То есть все сбывается на самом деле. Да, 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 да. Да, в Директ мне напишите, да. В Директ мне напишите, и все. Так, ну что, что хочу сказать, что хочу сказать. Ну, что хочу сказать. Ну, поделитесь с вами своим отличным настроением в первую очередь. Я сейчас нахожусь на работе на автомойке. Автомойка называется у меня Автобаня. И еще у нас есть одна автомойка. Это в заводском районе на Джинькинзе 24Б. У нас также есть еще сеть шиномонтажей. Сейчас мы делаем дошиповку зимней резины. Производим у Дима еще не за горами. И у нас в Саратове самая-самая низкая цена на дошиповку зимней резины. У нас стоимость дошиповки, один шип стоит 15 рублей. Так, вот у нас заказы. Клиенты приезжают мыть машину. Но я сегодня на грязной. Почему некоторые все, некоторые так, так, так. Почему некоторые все, а некоторым ничего. Это я про вашу мудрость и еще мужа предсказателя. Не знаю, я себя никакой не считаю. Там мудрые, блин, вообще, абсолютно. Кому-то что-то кажется. Просто я, наверное, уже умудренная жизненным. Так как давно на автобане автомойка открыта. Да, блин, уже лет 15, наверное. Участие в марафоне стоит 21 день. Будет идти марафон. Марафон будет идти вот так вот. В форматах прямых эфиров. Ну, конечно, я там буду уже, так сказать, в роли учителя представлять. То есть это будет более все серьезно. Потому что, видите, у меня такой аккаунт, знаете, больше как, может быть, на эпатаж рассчитан. На эпатаж, чтобы, ну, чтобы оставаться на плаву. Вы все прекрасно знаете, что без эпатажа, без эпатажа, ну, просто не... Да, вот. А там, то есть уже в марафоне, я уже представлю в роли учителя. То есть я обучаю на питание. То есть уже там все более серьезно. Это будут прямые эфиры. Это будет сторис много. Прямые эфиры все будут сохраняться. Это все будет по расписанию. Будут полезные посты. То есть я буду каждый день в течение 21 дня рассказывать, показывать, как нужно питаться, что с чем сочетаю я. Как вам нужно считать, объясню, к чему. Вот белок, яичный белок на питании, который я пропагандирую, который я соблюдаю, идет как десерт. Ну и вообще, то есть расскажу, какие сладости низкокалорийные, где купить, как их есть, как я употребляю, что с чем можно сочетать, что с чем нельзя сочетать. Ну, в принципе, там можно все. Вот, марафон стоит 950 рублей за 21 день участия. И периодически еще демонстрирую, как у меня обстоят дела на весах. Сейчас, конечно, у меня дела на весах обстоят отлично, но вес уже снижается очень-очень-очень медленно, потому что уже дошел до идеальной отметки в цифре. Сегодня я вот взвесилась, у меня на весах было. У меня на весах была цифра. Что вообще? Я, можно сказать, даже и не мечтала, и не мечтала об этой цифре вообще последние, наверное, лет 20 как. То есть для меня это просто заоблачно низкий вес. Это 56,5 килограмм. Когда, конечно, будет цифра, я эту цифру прям скажу мужу, муж, снимай меня, снимай целый день. То есть когда будет 55,5, это будет вообще просто что-то с чем-то. И причем эту цифру я удерживаю 56,5, то есть у меня это уже цифра в течение двух недель. Это на весах, и все это будет снижаться. Причем, что я ем? Сладость. То, что я ем? Борчи на говядине или на курице свареная. Что я вот сейчас будет у меня прием пищи, что я ем и углеводы, я ем и клетчатку, я ем и белок, обязательно в каждом приеме пищи. То есть я не голодная, я не голодная. Вот еще что, ура, наконец-то. Я дошла до этого. Что можно без голода комфортно, отлично выглядеть и худеть. Кстати, у меня только-только сейчас меня посетила девушка прекрасная, специалист высокого уровня по ведению инстаграм. Короче, кому интересно, скажу так, кому интересно из саратовских, кому интересно из саратовских, может быть, даже мы выйдем и в прямой эфир. Кстати, о птичках прямой эфир, может быть, будет и дешевле для других городов, а может быть, и не выйдем. Короче, я задумала такой проект, типа «Веди инстаграм с умом». Вот, такой проект будет. Будет стоимость участия в этом проекте. Это будет живой проект. То есть я приглашаю всех к себе, всех, кто хочет прокачать свою страницу в плане видения меня как блогера. То есть я разберу вашу страницу, просто посмотрю, и чтобы я, допустим, на свой взгляд, на свой вкус бы у вас изменила, да, где я вижу ошибки. И специалист по ведению инстаграм, у которой я все время консультируюсь, обязательно раз в три недели она ко мне приезжает на консультацию. То есть она скажет уже, подскажет с технической точки зрения, что можно сделать и что не нужно сделать для ведения страницы в инстаграм. Стоимость будет 1490. Все это будет проходить у меня в офисе, в Саратове. Будут небольшие группы, по 10 человек. То есть 1490. Это будет 2 часа разговора, разбора, обучения, по ведению личной страницы в инстаграм. Вот. То есть мы с ней будем вдвоем вести. Группа будет 10 человек. Подберем вечернее комфортное время и стоимость входа в нашу группу. Это все будет живьем. То есть это не прямой эфир будет, это все будет живьем. Будет 1490 рублей. То есть если кто хочет поучаствовать, кто хочет поучиться, напишите мне в Дерект, то есть я сориентирую тогда по месту и по времени. Вот так вот. Группа максимум 10 человек будет сформировано. Все будет доступно, объяснено, в принципе. Вот. Так. Так, так, спасибо. Который старше на 20 тысяч шпицами бы, ушли бы? Ой, я не знаю, блин, что вам сказать. Хрен его знает. Не знаю. Наверное, нет. Наверное, нет. Но просто если он наглеет, если он наглеет, то есть если он, я там не знаю, там уже вас не устраивает, он много хера тогда нужен. И если он, может быть, там себя как-то непотребный стал вести, что он не работает, что он еще там, может быть, ваймпом намагркает, делает какие-то там замечания вообще не по факту, и вообще просто он стал ужасен, да, в плане бурчания, мычания и все. Не знаю, может быть, и ушла. Хер его знает. Ничего не могу сказать. Абсолютно. То есть тут советы, знаете, то есть я вообще советы никому никакие не даю. Могу высказать только, соответственно, свое мнение. Не знаю, я в такой ситуации не была. Я вообще, наверное, скажу так, что да не выходите вы замуж за мужчин, которые намного вас старше. Потом это все очень плохо сказывается на качестве вашей же жизни. На качестве вашей же жизни. Потому что вы еще будете молодая, вам будет хотеться ходить там на дискотеки, да, в кино, куда-то в клубы, а он будет уставать из-за того, что здоровье уже не будет позволять человеку, допустим, танцевать, да, или там допоздна сидеть в клубе, или в сауне, в бане там где-то, да. То есть, конечно, бывает исключение. Может, человек и в 70 лет там быть вообще просто бомбой. Но по большому счету... Кстати, мне разработали, представляете, мне сегодня еще приходила девочка, да, по инстаграму, то есть, мне вроде бы как вот сейчас инстаграм сам будет одобрять мою маску. Маска будет... Здесь будет написано слово БОМБА! Вот здесь вот. Вот, поэтому маска будет офигенная. И кто захочет, может, моей масочкой будет пользоваться. Вот. Как только мне ее вот инстаграм одобрят, я ее сразу же вам и запущу. Так, реально вы лучше супер так держать. Спасибо! Так, спасибо! Так, 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 просто не злой человечек. Не знаю, следующий день. Я на Новый год буду в Италии. Так, взять место в марафоне. Ой, я не знаю. По идее, слушайте, а почему бы и нет? Вообще неплохая идея. Вообще, наверное, может быть, разыграю. Может быть, и разыграю, да. Дорого кушать. Дорого? Нет, абсолютно недорого. Все продукты обычные. Макароны, крупы, картофель, курица, индейка, говядина, рыба, морепродукты, овощи, помидоры, огурцы, кабачки. Все. Остальное, все, что еще хотите. Вообще, орехи, конфеты, печенье. И все. Но это там в определенном количестве. И молочку, и творог, и яйца. Все это будете есть. И скумбрию, и селедку. Но это уже там по определенной все схеме. То есть питание обычное. То, что у вас сейчас есть в холодильнике. То, что сейчас у вас есть в холодильнике. То есть все это будете вы употреблять. Просто вы, скорее всего, не знаете, как это сделать. А я вас научу. У меня метр шестьдесят пять рост. Метр шестьдесят пять. Тур я пока нигде ничего не планирую. Я уезжаю на Новый год в Италии на лыжи кататься. Так, я уже сказала, что очень недорогой. Недорогой. Привет. Метр шестьдесят пять рост у меня. Шестьдесят пять с половиной килограмм. Так. Я ни на каком туре пока нигде не буду. Я уезжаю в ближайшее время в Москву, где будет организована встреча с подписчиками. Это я заранее скажу. Скорее всего, это будет двадцать седьмого числа. Двадцать седьмое октября. Вечер, воскресенье. Скажу место и время. Встретимся. В приятной атмосфере. Кто хочет со мной познакомиться лично в Москве. Вот. С меня чашечка эспрессо, либо американо. Будем. Про встречу с подписчиками скажу отдельно. Вот. А так, да, всем привет. Так. Девяносто шестьдесят девяносто, и вешу пятьдесят два килограмма. Отлично. Вот. Это супер. Супер просто. Молодец. Ну, много же есть придется. Ну, как много придется есть? Есть минимальные порции, есть максимальные порции. Вы для себя выберете, что вам. Ну, есть придется пять раз в день, это точно. То есть, будете, если есть там три раз в день, никогда вы в жизни не похудеете. Вот что я вам хочу сказать. Так. Да, приветик. Всем привет. По знаку зодиака я близнецы. По знаку зодиака я близнецы. Вот сейчас вот веду прямой эфир, а сама уже чувствую, что мне бы нужно поесть. То есть, ела я где-то сегодня, сейчас скажу, во сколько я ела. Я ела восемь. Восемь. Девять, десять, одиннадцать. То есть, мне уже в одиннадцать надо было есть, а время уже двенадцатый час. Сейчас побегу, у меня в машине лежит контейнер с едой. Сейчас побегу, возьму контейнер и буду есть. Так, ну что я хочу сказать? Да, всем привет. Что я хочу сказать? Вот кто давно на меня подписан? Вот я знаю, что Евгения с Энгельса. Она на меня давно подписана. Вот. Сейчас она из Энгельса уже переехала в Москву. Вот. И я так думаю, что она, наверное, может отметить мои изменения, да, кто давно подписан, прекрасно видит, что, как изменилась моя фигура в лучшую сторону, в лучшую сторону. Причем это уже и видит муж. Обычно мужья этого нифига не видит. Муж меня просто заваливает комплиментами. Заваливает комплиментами у меня супруг. Я думаю, господи, неужели я такая была раньше жирная, что он сейчас, говорю, служит за фигурой, просто вообще стал как девочки. Хотя даже я когда была девочкой, у меня не было такой фигур, как сейчас. Я все время, потому что склонной к волноте. Все-таки была взросшенная, так сказать, на... Взросшенная на парном молоке в деревне. Вот. Так, что там у нас? Теперь в Москве, да. А, ты Саратова? Мне почему-то казалось, что ты в Энгельсе жила. Короче, все, вот Евгений Саратова, да. Спасибо большое. Да, я знаю, что ты в Москве, я знаю, что ты вышла замуж. Вот. Я так, это периодически, периодически я тебе ставлю лайки, вот. То есть, когда я активно машу руками в эфире, у меня зависает. Да, спасибо большое. Да, спасибо, Жень. Спасибо тебе. Да, работаю над собой, ты понимаешь? И, в принципе, хочу, наверное, донести до людей, что никогда не поздно, никогда не поздно заняться своей внешностью. Но я не говорю про внутренний мир, это нужно вообще делать постоянно. То есть, читать, обучаться, развиваться, общаться, дружить. Про внешность скажу то же самое. То есть, не говорите, что все. Я старая, я генетически вот такая, я толстая, это у меня гены. Что уже у меня просто давно уже, то есть, с детства у меня широкая кость, и сейчас я, у меня же такой возраст, то есть, мне там 47 лет, и я уже, наверное, не похудею. Я всю жизнь была толстая, сейчас я не смогу. Нет, вы все сможете, мои дорогие, вы все сможете. То есть, если у вас будет желание, мотивацию я даю, кстати, на марафоне стройности, то есть, если у вас будет желание, если у вас будет мотивация, что стать лучше, и путь я вам укажу, путь я укажу, как это все сделать, в плане изменения своей внешности, в частности, фигуры, да, все у вас тогда получится, то есть, никогда нельзя унывать. Никогда нельзя унывать, нужно искать какие-то разные пути, разные методы, но идти все равно по пути, именно по улучшению себя, по улучшению себя, это однозначно, как внешне, так и внутренне. Общаться с позитивными людьми, смотреть, наверное, на жизнь, именно с таким, с позитивным настроем, я не общаюсь, наверное, с неудачниками, по крайней мере, стараюсь обходить их стороной и не общаюсь с неудачниками. Я, наверное, вижу стакан более полный, чем, то есть, для меня стакан все время наполовину полным, чем наполовину пуст. То есть, ну, не знаю, наверное, нести добро, что ли, в массы. Вот так. Так. Пожрать хочу. Наверное, все, я прощаюсь, да? Пора есть, что-то сейчас работаю, тут вот, меня тут перевозит по работе. Стена у вас в кабинете. Да нет, это, знаете, это не мотивационная стена, это просто мне тут на день рождения девочки писали, что ПП рулит и все. Так, поступил в музыкальную школу. Вот, 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 вот. Воды пью полтора литра точно. Полтора литра это прям сто процентов. Все, большое вам всем спасибо. Большое спасибо. Рабочий день в самом разгаре. Всем продуктивной рабочей недели. Всем продуктивной рабочей недели. И напоминаю, что в Саратове самое лучшее место для отдыха это усадьба Волжина. Вот, поэтому кто хочет, кто хочет классно провести Хэллоуин, тот бронирует места с 50% скидкой. Рада была увидеть, выходи в уфир чаще. Приятного аппетита. Давай. Все, тебе тоже хорошего дня. Всем хорошего дня, девочки и мальчики. Всем хорошего дня. Всем удачи, успехов. Если ко мне какие-то вопросы, пишите в директ. Всем отвечу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok